Всем огромный привет! Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах», с вами я, Славян, здесь я оставлю свой инстаграм, тоже подписывайтесь. У нас сегодня прекраснейшая погода, вроде, как обещают, до плюс 16, светит солнце, сегодня, как обещают, не будет вообще облаков, и мы не стали засиживаться дома и отправимся в новое путешествие, а поедем мы в горячий ключ. Как всегда, в полном составе вас приглашаем, перед началом просмотров поставьте выпуску лайк, в процессе пишите комментарии, поехали! Я уже был в горячем ключе, я, в принципе, знаю этот городок, там шикарнейшая природа, поэтому поедем все вместе погуляем. Там есть скейт-парк, поэтому для мальчишек мы берем самокаты, а нам, чтобы там еще перекусить, с видом на красивую природу, попить чай, достать нашу горелочку, берем, естественно, воду. Сейчас все утрамбовываемся и в путь. Мы выехали, видимо, из-за того, что завтра выходной, город стоит вообще серьезно, куда вот сейчас не поедть влево-вправо, как-то объехать пробки везде, встанем в пробки, и никак мы их не объедем, к сожалению. Ехать нам до ключа примерно час, плюс-минус, точнее даже не минус, скорее плюс, может час двадцать, посмотрим, как сейчас дальше будет ситуация на дороге. В один сровно мы выехали, пока едем еще по городу сейчас на Ростовку и потом сразу на М4 уходим и погнали по прямой, там достаточно уже быстро должно все произойти. Покажу немножко вам дорогу. Вот мы уже попали на Ростовку. На Ростовке небольшая пробочка, но здесь в принципе всегда вообще, потому что здесь скоростной режим 40 и вечные сужения, и кто-то лезет влево-вправо. Но я думаю, мы сейчас здесь потеряем минут 5-10, вот, а дальше вроде все едет. Вот просто пробка, как говорится, ни на чем, из трех полос сужение в одну. Вот все и стоим, долго и упорно. Так, ну в общем, смотрите, вот мы подъезжаем к развязке. Джубга, Новороссийск направо. На Москву ехать прямо, ну то есть вот на Ростов, на Донун. Ну и уходим на М4 направо. Все, мы на М4. И вот представляете, только спустя 40 минут мы выехали из Краснодара. Все это вот, время просто мы толкались в пробках. Это на тот момент, если вы думаете, что переехав в Краснодар, люди часто ездят к морю. Ну, мол, что там 100 километров? Нет, ездят редко по одной простой причине, потому что пробки сильные. Из-за того, что все переезжают, думая, что здесь все будет быстрее, нифига. После Краснодара сразу начинается Адыгея, республика Адыгея, город Адыгейск. И буквально там сколько-то километров мы проезжаем и снова попадаем в Краснодарский край. Ну, а затем уже у нас сразу будет горячий ключ. Здесь можно повернуть вон туда налево, чтобы попасть непосредственно в саму движуху города. Но мы решили, что сначала мы сгоняем на природные достопримечательности. Это Дантово ущелье, это скала Петушок, это река. В общем, куча всего интересного. Сейчас все покажем. А потом уже, скорее всего, пойдем прогуляемся в город. Мы приехали. Мы ехали вон с той стороны, собственно. Можно здесь припарковаться на парковке. Мы приехали чуть дальше. Там развернулись на повороте на Фоногарию. И здесь, собственно, встанем пока и ехали. У нас уснул Мирончик, естественно, уснул Родиончик. Настенька его сейчас пытается одеть. Сейчас выйдем и пойдем гулять. Ну что, друзья наши, мы начинаем нашу прогулку. Здесь сразу, видите, ресторан. Старый замок. Настенька. Здесь, кстати, можно также у них и останавливаться. Можно хинкали поесть, чать-чать любить. Хорошо похлевать. Да-да-да. Продавлю, переехну. Здесь сейчас, естественно, куча всего закрыта, потому что не сезон. Вот она река. Как она разлилась. Слушайте, даже пляжа-то нету. И вот она, скала Петушок. Туда можно сверху забраться. Так. Сейчас где-то найдем еще туалет. А потом продолжим прогулку. Здесь есть туалет. Стоит он 20 рублей. Настенька пошла. Я следующий. Здесь традиционно краснодарские открытые тиры. Сейчас еще посмотрим, что там есть еще. Мы решили коляску вообще оставить в машине. Я вот сейчас сходил и ее обратно туда закинул, потому что Мирон не спит. Просится на руки. И таскать с собой сейчас здесь коляску не совсем то. Надо, короче, этот покупать рюкзак, чтобы его садить туда, и чтобы он вместе с нами уже начинал нормально путешествовать. Здесь, смотрите, есть мост. Прекрасный, красивый. И также тут сразу такой фудкорт, где много кафешек различных. Так, скидка 20% в день рождения. Лавка. Пластичника. Это, видимо, мед. Так. Во. Мирончик, смотри. Это бык. Мирончик сегодня ездить будет у меня на руках. Это бык, смотри, какой. Бык. Пацаны, вообще сегодня просто лето. Слушайте, как здесь здорово, почему мы сюда не ехали еще? Почему мы ехали? Я вас давно звал, вы не хотели? Блин, здесь реально так не нравится вообще, классно. Да, здесь клево. Сейчас ты еще город увидишь. Я здесь уже снимал, в выпуске там в комментариях тоже писали, что типа город стрёмный, типа его топит. Я не знаю, я здесь в который раз оказываюсь, и мне он так нравится. Здесь такая природа. Обалденно. Пацаны, как вам первое впечатление? Кайф. Ну вот. Пойдемте по мосту прогуляемся. Пойдемте? Да. Так, что здесь? Внимание. В целях обеспечения антирористической защиты и защенности территории вход на мост будет закрыт с 00 до 6 утра. Администрация. Вот так вот. Река безумно прозрачная летом. Учитывая, что сейчас все горы тают, конечно, она имеет такой вот цвет песка, но это временное явление. Красотища. Вот она, скала Петушок. Постараемся туда тоже на самый верх сегодня добраться. Вообще река, конечно, прилично поднялась, потому что обычно под горой Петушок там такой пляж. Скальный. И с правой стороны тоже имеется пляж. И, конечно, здесь летом все купаются. Вода теплющая, теплющая. А сейчас это все имеет вот такой вот вид. Вот здесь вот прокат лодок. Ах, Миронечка, аккуратненько. Прокат лодок. Но вот в том году почему-то они там стояли, но их никто не брал. Видимо, из-за того, что река была мелкая. Но вот возле скалы было достаточно глубоко. Добро пожаловать на город. Детки сразу выкрасили мороженое. Это вообще традиционная история. Здесь, смотрите, проходит реконструкция ресторанчика. И пошли различные тропы. Влево, вправо, вон туда, на самый верх. Сейчас обязательно дойдем до Дантового ущелья. Там такая красотища. Это то место, которое мне очень хочется показать Настеньке. Там ученые спорят, как произошел такой раскол, как появилось данное ущелье. Ничего дельного сказать не могут. Но не переключайтесь, я вам обязательно покажу. Там безумно красиво. Я с нас угораю. Я вернулся в машину, чтобы все-таки взять коляску. Потому что здесь, ну, до большей части, все приспособлено с коляской погулять. Мирончик заявляет о том, что он хочет спать. Поэтому сейчас его будем укладывать. Здесь есть такой баннер. Все, что здесь находится. Вот городище Псифабе. Скала спасения Петушок называется. Древний накопитель воды. Я в тот раз думаю, что это за баня стоит. Часовня. Вот сейчас обязательно до нее дойдем. Это что такое? Природная ванна. А, вот. Я такую не знаю, где памятник. Минеральной воде знаю, где стоит. Так, есть также схема. Вот, собственно, здесь, видите, все они достопримечательности находятся. А вот здесь уже можно воду пить. Вон мы где мост. А, все, вижу. Вот оно, шикарнейшее Дантовое ущелье. А мы уже пропустили, что-то первое. Источник целителя. Мы видели какую-то крепость. Так. Вот. Ну все, будем двигаться. Первая тропа, видите, уходит вот сюда. В принципе, и с коляской туда можно заползти. Но там дальше лестница с коляской будет неудобно. Поэтому пойдем вокруг вон в ту сторону. Здесь палатка. Там выпечка. Шаурма по 180, хот-доги по 150. И такие вот всякие сувенирные лавочки. А еще мне очень понравился здесь памятник такой красивый стоит. Папа, мама и малыш. Прям крутой. А что вон, скульптура, семья. Сейчас все здесь так лысоватое. Единственное, что нам очень повезло, что светит солнце. Погода просто нереально прекрасная. 18 градусов. Это вообще просто кайф. И еще учитывая, что яркое солнце, которое припекает. Детки вон с мороженкой. Людей мало. Но к обеду уже начинают все подгребать. А представьте, какая красотища здесь летом. Но летний выпуск я прикреплю в описании. Обязательно посмотрите. Вот эти все деревья. Все в листочках, в листве, которые не теряют свои зелени. Круглый год. Видите, какая красотища. Кстати, вот кто здесь приезжает с колясками, то знаете, что в принципе достаточно много вот таких дорожек, которые подходят под коляску. Мы вместе с Артемом решили подняться вот сюда в гору. Давай аккуратно. Смотри, здесь на камнях лебеди. Видите? Камни покрыты мхом. И здесь я просто увидел табличку. Сейчас пойдем посмотрим. Может быть, на ней что-то написано. Я сюда тогда не ходил. Так. Во. Да, Артем, аккуратно поднимайся. Родиончик, аккуратно. Посмотрите, на какой мы высоте. Вот она церковушка. Сейчас туда подойдем буквально через пару минут. Опа. Так. И сейчас нужно прочитать. Так. Ленинградская. Вечный зов. Что обозначает, я не знаю. Так. Хук. Хук, хук. Так, спускаемся. Ох, здесь спуск резкий. Вон к нам даже Родиончик прибежал. Мы спустились с горы. Здесь есть родник, в котором можно набрать водичку, попить. Вот даже небольшая очередь здесь. В сезон, конечно, здесь людей гораздо больше. Стоять придется дольше. Водичку попробуем. И вот отсюда начинается Жадантово ущелье. Церквушка. Можно подняться на камни. Беседка. Такая красота. И теперь свежая водичка. Это вот так вот там набираешь? Да, просто ставь. Так откуда это вода? Да ты поставь просто, просто поставь. Откуда она берет? Из источников. Здесь вы можете поставить свечку, помолиться и также сходить в церковь. Вот она церковь поближе. Подойдем. То есть туда вовнутрь тоже также можно зайти. Иверский или Иверский, как правильно, источник. И здесь можно вот так вот в камнях погулять. Видите? Можно, конечно, самым отчаянным забраться туда, но очень скользко. Я летом пытался, у меня не получилось. Опасно. Есть даже вот такие вот маленькие пещеры. И самое, что интересно, смотрите, что снега нет, но со скал копыт вода. Конечно, печально, что вот так вот в камнях люди пишут. Да. Вот такая маленькая. Смотри, там грязь, это не подскользнитесь, Артем. Здесь посмотрите, какая природная лестница, по которой тоже можно подняться, но невысоко. Сейчас я с Мирончиком на руках. Сделать это не получится. А вот, кстати, мы нашли снег. Остатки снега. И вот оно начинается. Данте, вы учили. Слушайте, как здорово. И сейчас все тает, и там течет река, то есть водопады. Сейчас мы с вами туда пойдем. Ух. Да. Так, здесь, видите, написано, что охраняется государством. И вот мы начинаем сюда заходить. Посмотрите, какая красотища, друзья. Невероятно. Слушайте, я здесь был, этого не было. Здесь было все сухо. Очень крутая лестница. Мои уже начали преодолевать. Теперь мы вместе с вами. Слушайте, обалденно. Да. Вот я вот всегда говорю, что каждое место нужно обязательно посетить в разное время года. Вот сейчас вот так. Вот здесь мокренько. Вот эти водопадики, лесенка, вырубленная еще в древности. Видите, установлены такие перилки. Но вот на вот этих лестницах, конечно, нужно быть аккуратным, особенно там, где они мокрые, потому что они скользкие. Смотрите, какая красотища. Вот такие над нами огромнейшие камни. Такой разлом. Невероятно. Еще сейчас здесь мало людей. И можно особенно насладиться этим местом. Так что, друзья, приезжайте обязательно. В это место вам точно понравится. Кто-то еще пытается на стену на эту залезть. Вот на самый верх. Видите, откуда вода бьет? Но я не видел, чтобы у кого-то получалось. Мы продолжаем движение. Попросили вот этого чувачка нас фотографировать. Он сделал фотографии. Мы двигаемся дальше. Он, кстати, здесь походу музыку сейчас будет раздавать. Смотрите, какие красоты. Невероятнейшая природа. Вот. Вот про что мы говорим, что вот мы про природу. И вот это класс. Смотрите, какой водопад. Видите, мы сейчас попробуем до него добраться. И встанем прямо над ним. Единственное, что мы оставили, кстати, там коляску. И мне, наверное, придется за ней сходить. Опа. О, здесь еще река течет. Видите, как все? Видите, все выше и выше и выше поднимаемся. Красота. Посмотрите, какой маршрут мы сейчас преодолели. Вот, друзья, кто думает, что с детьми путешествовать невозможно, возможно. Мы это показываем, доказываем. Даже с три. Да, конечно, был бы рюкзачок, для него было бы гораздо проще и удобнее. Но пока мы не обзавелись. Да. Видите? Ну, видимо, этот поход нас заставит купить рюкзак. Я думаю, что он нас не заставит, а еще парочку таких точно нас заставит. Видите, туда дорога уходит. И уходит еще дорога влево, как раз на вершину скалы Петушок. Сейчас подумаем, куда идти и пойдем. Я всех своих поднял, там оставил и иду за коляской. Вот, заодно встречаю этого музыканта снова. Настраивать музыку. Какой инструмент интересный. Вот что-то нереальное. Потому что самое интересное, что я не помню, что там дальше. Вообще, пройдем ли мы с коляской? Либо я тоже буду качать на себе. Но устал я очень сильно. Я на самом деле поднялся. Фу. Отдал Настеньке и Мирона. И вообще, я говорю, на еще коляску возьми. И Мирона, и коляску. Ребятки убежали. Дальше, видите, снова спуски идут. Поэтому, если вы с коляской, то, конечно, ее лучше оставить, наверное, в машине. Воспользоваться каким-то рюкзачком специализированным. Потому что и то, и то таскать. Но это чисто наш формант. Как многие пишут, о, вы непродуманные. Да, именно такие. Решил немножко сойти с маршрута. И кое-что вам показать. Посмотрите, как в скале сделан череп. Я не знаю, это в наше время делали ему глаза, нос. Но вот эти-то точно, вот эти прорези. А как ему это все выдалбливали, интересно. Где-то там тает снега, и ручеек погнал. И вот он сверху как раз водопад. Сейчас подойдем. Вот он, вид сверху. Ну, красотища, конечно, вообще. Вот она беседка, которую я вам показывал снизу. Вот оно, начало ущелья. Церквушка. Да, потрясающе. Да, Настенька довольна. Вообще дети довольны. Говорит, как здесь тихо. И птички повсюду поют. Вот с таким прекрасным видом у нас у Мирончика обед. Мы делаем небольшой перерыв. Видите, здесь видна эта площадь, на которой мы изначально гуляли. Сейчас еще чуть-чуть посидим. И будем дальше двигаться в сторону, на вершину горы Петушок. Вот, а оттуда уже будем дальше спускаться в самый-самый низ. Мы дошли до этой постройки. Выглядит, как большая печь. Темчик, пойдем. Артем. Я так понимаю, что это какой-то резервуар был для воды. Вот так вот это выглядит. Остатки. Так, мы идем с мальчишками смотреть катакомбы. Давай, Радюшка, у тебя получится. Аккуратненько. Ага, вон, смотрите, первая пещера. Видите, идите. А, тут люди, баб, что ли, спали, да? Да, видишь, какую? Древние люди, правда, что они существуют? Ну, они раньше существовали. Они раньше существовали. И посмотрите, вниз какое ущелье уходит. Прямо туда, до реки. Ну, а мы пойдем вверх. Вот сюда, Артем. Так, вот мы и дошли. Здесь, кстати, свежий палет. А вообще, это, видите, как... Не наступай, ты упадешь туда. Пап, древние люди, как-то ли, спали? Посокрывали. Я говорю, не наступай, она же может провалиться. Папушка! Сейчас, конечно, это помойка. Жаль. Здесь также даже есть оттуда тропы, видите? Слабенько оборудованы. И можно также спуститься даже туда. Вот он. И это, конечно, смотровая. Великолепная. Гляньте, какая красотища. Особо экстремальные ходят вниз, но не рекомендую. Кто-то ходит туда, на самый край. Ну, конечно, делать это не стоит. Вот она, беседочка. Гляньте, какая красотища. Мост, где мы начинали прогулку. Настен, ну за что там? Её же можно катить, у неё есть колёсики. О, вот здесь, потому что в криво тяжело катится. Смотрите, идём. Посмотрите, как завалило опасное дерево. Да. Оно упало, видите, его здесь распилили. Часть. Но насколько серьёзный масштаб. В горах всегда опасно, на самом деле. Неизвестно, когда на тебя камень упадёт, либо дерево. Поэтому нужно всегда соблюдать осторожность. И помнить, что мы здесь в гостях. Мы спустились, преодолели этот маршрут. Вон Мирончик едет на мне, Настенька с коляской. Сейчас наша задача пообедать. Найти, где нам перекусить. Вот. И дальше пойдём уже гулять в сторону города. Задача на сегодня, самое главное, выполнена. Мирончик спит. Мы можем очень спокойно погулять. Да, купим сейчас, чуть попозже. Здесь, вот смотрите, начинаются палатки, да, туристические. И много всего для детей. Даже есть трасса картинг. Видите? Гонки 4х4. И вот здесь вот есть такая стелла, ворота. На ней написано «Горный парк». Видите, здесь, по идее, из вот скульптурки должна течь вода. Но почему-то второй раз смотрю на это дело, и здесь её нету. Мы пришли оттуда, да, как ориентир. Будем двигаться дальше здесь по тропинкам. Много всего интересного. Сейчас, естественно, всё будем показывать. И ещё хочу, чтобы Настенька зашла, попробовала лечебную воду. Она вот здесь вот находится, бутик воды. А в самом центре на площади есть такой компас. Смотрите, здесь указаны города. И сколько? Например, Кисловодск, 303. Фукет. 7000 километров. Мёртвое море, Дубай. И вот относительно компаса. Я вам пацанам говорю, ищите, где мы были. А ещё, смотрите, здесь есть очень интересное место. Оно называется «Голубиный ресторан». Представляете, то есть вот сюда вот можно прийти, насыпать им зерна какого-нибудь, и они будут кушать. Главное, чтобы они не обосрали. Видите, вывеска «Голубиный ресторан». Я вообще в жизни такого не видел, увидел только здесь, в горячем ключе. И ещё, кстати, хочу сказать, что здесь, вот если по всяким этим булочкам гулять, всё приспособлено для людей, у кого есть дети и коляски. Здесь ещё, видите, есть такие львы. Это объект культурного наследия регионального значения. Памятник арка в честь 50-летия Псекупских минеральных вод и войсковой больницы 1914 года. Охраняется государством. Вот такие вот здесь ворота. 1864 год, друзья. Здесь, вот они, корпуса. Сюда, собственно, здесь можно забронировать и приехать на лечение. Пить водичку, ходить по маршрутам, купаться в горной реке, когда она позволяет это сделать, и дышать наипрекраснейшим воздухом. Я не знаю, горячий ключ. Для меня лично это вот пока, вот что ближе, вот возле Краснодара, это прямо номер один. И вот мы уже добрались до главного входа. Здесь также стоит вот памятник, видите, курорту 140 лет. Вот так это всё выглядит. Мы будем двигаться дальше в сторону города и решать вопросы с обедом. Гуляли-гуляли, нашли здесь. В самом центре есть дотопиться и не стали ничего экспериментировать. Зашли сюда, заказали. Сейчас подождём минут 10 и пойдём куда-нибудь вон туда, в самый центр, в парк, обедать, кушать. Чай у нас с собой в рюзачке. Вот, надеюсь, будет здесь так же вкусно, как в Краснодаре мы обычно заказываем. Вот в таком вот красивом сквере мы разместились на лавочке. Традиционно три пиццы, термос, чайничек. Мирончик пока отдыхает. Вид на горы. Потрясающе. Вот Настенький, кстати, горячий ключ тоже зашёл. Зашёл? Ладно, потом спрошу. Мы объелись вообще просто. Просто нереально готовы продолжать дальше гулять. И ещё очень хочется вот здесь погулять в вечернее время, потому что, видите, все вот эти сосны, они украшены гирляндой. И вон тот, вот смотрите, сосновый лес, вот это, такой в проулах туда дальше, поперёк тоже натянута гирлянда. Здесь атмосфера вечерняя будет суперская. Так, Настенька, как тебе горячий ключ? Очень красивый. Какой? Красиво, уютно, хорошо. Понравился? Да. Будешь здесь жить? Обязательно. А? Обязательно. Переезжаем? Идём и вообще просто получаем какое-то нереальное удовольствие, потому что вот вроде идём по дороге, но здесь ездить на машинах нельзя. Всё так тихо. Дома очень тихо, сосны, воздух потрясающий. Ты как бы гуляешь вот в окружении природы, хотя ты находишься в городе. После Краснодара это что-то нереальное. Посмотрите, какая аллея и сосен, и ты находишься вот полностью в окружении гор. Знаете, как здесь вот в горячем ключе вот такой вот свой мирок, да, здесь вот вижу уже делают новостройки. В этой части прям вообще прям классно. Сейчас попробуем до центра дойти, мы уже почти дошли. Но если вдруг смотрят местные, напишите, пожалуйста, как вот здесь живётся. Я думаю, что сработает здесь, конечно, полная засада. Ну, опять-таки, можно переехать, открыть какую-нибудь свою маленькую точку, и тогда тебе будет хорошо. Но самое важное, что здесь есть природа. В Краснодаре такого нету. В Краснодаре пыль, грязь как-то, ну, не совсем там шумно, как вот в Москве то же самое. А здесь вроде город, и прям клёво. Ну что, вот мы и дошли. Посмотрите, как здесь охренительно. Огромнейшее озеро на той стороне детской площадки. Там есть скейт-парк. Вот здесь вот вокруг всего озера есть, соответственно, набережная. Сейчас спустимся на набережную, и я продолжу. Посмотрите, какая красота. Вот велодорожки. Вот озеро. Уточки плавают. Здесь, естественно, всё, вот смотрите, вечером подсвечиваются. Есть всё-таки столбики с диодами и фонариками. Есть беседочки. Гляньте, какая красота. Вон они, чёрные утки. Да нифига это не утки, кстати, у них какая-то белая башка. Гляньте. Вот ты вышел с ребёнком на прогулку и гуляешь. Да. Чик туда срулил, пошёл в горы, к вороной реке. Посмотрите, какая красотища. И причём, я так понимаю, что снег то что растаял. Видите, так деревья подзатоплены. Мне кажется, немножко вода уйдёт. Вон с тем пацанёнком разговорились. Вот стыд рыбачит. Говорит, что здесь даже щука есть. Вот он на спиннинг ловит. Ничего себе. А вон, кстати, я сейчас увидел. Есть колесо обозрения. Вон там подальше. Смотрите, как здорово. А? Настёна. Глянь, какая красота. Вот так вот. Кто не был в горячем ключе, я прям обязательно рекомендую приехать сюда погулять. Даже если вы едете на море, сделайте отворот, заедьте и погуляйте. Вот мне очень интересны вот эти вот новостройки. Вот. Я как-то в них тоже смотрел. Задают здесь квартиры. И цена такая приемлемая. Вот с видом на такое озеро. Можно взять квартиру с видом на горы. Ну, по мне так... По мне так классно. Сейчас попадем на ту сторону. Вот там где-то скейт-парк должен быть. Мне вот интересно. Вот этот ресторанчик, панорама, он называется. Он так должен быть в воде? Или его так подтопило? Видите? Витрина прям. Ну да, вот я дошел. И все-таки это да, это вот так вот подтопило. Они мебель отодвинули и ждут, когда видимо вода уйдет. Да, конечно, затоплено. Видишь, шторы вон они в воде все. Ресторанчик обошли с другой стороны. А здесь плавают белые лебеди. Смотрите. Ну как здорово. Ну кто что мне будет писать насчет горячего ключа? Это просто топовый город, в котором, помимо того, что действительно жить, я думаю, что точно стоит. Но заехать сюда обязательно нужно. Дальше здесь начинается городской парк. Справа куча аттракционов, детских площадок. Сейчас прям посмотрим. Вопрос к местным. Я тут смотрел по карте, что здесь есть типа городской пляж. Видимо, как раз вот он и есть. И вот это, это кабинки, переодеватели. Видите, пока все затоплено. Но вопрос один. Здесь что, летом купаются? Если это так, то это ну просто полный улет. Смотрите, какая детская зона. Круговая просто. И вот он, городской парк. Туда уходят в ту сторону колесо обозрения, всякие прыгалки, кафе и детские площадки. Вот мы дошли. Здесь, по-моему, 1 марта будет какая-то дискотека, объявление видели. Вот они, детские площадки, спортивные. Посмотрите, каким видом. Посмотрите, какая красота. И вот скейт-парк, про который я говорил, тоже достаточно большой. Вот, единственное, что его почему-то не оградили, никаким забором вот так что-нибудь вылетит. И будет, конечно, печально. Но в целом, ну просто обалденно. Вид вот у людей, которые живут в этих домах, конечно, тоже бомбический. И на горы, и на озеро. Вообще класс. Есть площадки. Это вообще реальное место для нас. Букважану здесь квартиру снимать. Вот, надо вот сюда срочно переезжать. Ну, как минимум, на какое-то... Это всё, как мы любим, да? На какое-то время точно. Гляньте. Вот теннисные столы стоят. Сеточка. Ну, красотища. О, молодец. Давай, давай, давай. Умница. О, Радюша, молодец. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Пайк. Пайк. Али, ты туда? Нам нужно заниматься спортом почаще. Почаще? Почаще нужно заниматься спортом, да? Мальчишки вон тоже, да, кайфуют? Что думаете по поводу этого города? Напишите в комментариях. Интересно будет почитать взгляд не местных, а именно тех, кто просто где-откуда-то издалека и смотрит это видео. Хотели бы приехать сюда, да? Хотели бы сюда вообще приехать и вот так вот, как вы, погулять? Вот видите, ступень, когда уходят? Это какие-то такие мини-причалы. Вон они. Раз, два. Волнорезы. Горячеключинские попугаи. Ну, такая природа. Красота. Мне даже сюда уезжать неохота. Время идет к вечеру, домой нужно возвращаться. А возвращаться не хочется отсюда. Вообще здесь так хорошо. Топчик, город Топчик. Ну, и погода классная. Ну, на самом деле, мы еще немножко погуляем и будем отправляться уже домой. Нам еще до машины топать неизвестно сколько. Возможно, я один сейчас добегу до машины, приеду сюда и заберу всех своих, и мы пойдем домой. Спасибо, что досмотрели Топчик до конца. Обязательно напишите свое мнение про этот замечательный город. Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok